Сибирячка в Швеции! С вами, мои дорогие друзья! Спасибо вам, что смотрите! Вы даже не представляете, какое у меня хорошее настроение, когда вы смотрите мой канал! Спасибо вам огромное! Меня душа радуется, когда я получаю ваши лайки, комментарии! Для меня это важно! Да, правда! И вот я была в хорошем настроении, пошла все-таки я в секонд-хенд через Фолькетт-парк! Вы сейчас слышите шум воды! Я возле фонтанчика вот такого! Иногда в нем кувшинки бывают, случаются! Как вот и в этот раз случились кувшиночки! Вот там вот далеке! Очень красивые! Народу немного, потому что еще первая половина дня, вчера были выходные дни и была! Холодно, сыро-прохладно! В секонд-хенд, видите, вот за калиткой надо выйти через калитку, через этот вот двор! И попадем мы в секонд-хенд! Город Мальмо украшается обычно очень сильно в августе, потому что в августе у нас происходит Мальмо-фестиваль, но, кажется, в этом году его не было! И вот такие странные конструкции появились на газонах, я не совсем поняла, что это такое, но вот надо будет со временем все-таки разглядеть их! На храмах ходят вдалеке, если вы видите, если видно, тут мужчина с женщиной! И, конечно, много есть мест, где посидеть! Сейчас повернемся, покажу вам сумку, которую я отнесу в секонд-хенд! Вот он, бьюти-кейс мой дорогой! Девочки, честно говоря, отдаю, скрипя сердце, потому что красавица мой хочет, чтобы я ее отдала! Стоила она 16 лет назад 33 доллара, 1000 рублей! Ну, конечно, она в чистом состоянии, я с ней в Болгарию ездила на две недели, потом я во Францию с ней ездила на несколько дней! И у меня, конечно, теплые воспоминания про эту сумку! Вот посмотрите, пожалуйста, на скамейку! В городе Мальмо очень много птиц, и очень многие скамейки выглядят именно вот так! Когда я приехала сюда, в Мальмо, много лет тому назад, то этот парк, Фолькис-парк, он рекламировал себя как парк без птиц! Но сейчас такой рекламы у парка нет! Наверное, парк не в состоянии рекламировать себя без птиц, потому что птицы кругом, наверное, никуда от них не денешься! Я вот почему! И вот мой бьюти-кейс, еще раз, да? Ближе показываю! Прям сердце кровью обливается его отдавать, но ему уже много лет нет никакого применения, потому что у нас появились сумки на колесах, которые тоже стоят 1000 рублей в Икее на наши деньги! И смысла такой маленький чемодан будет искать нет никакого! Вот мои друзья! Когда-то здесь было в этом парке тихо довольно-таки! Потом построили одни аттракционы, другие, стало шумно! И, конечно, парк уже не для взрослых людей, не для таких, как я! И для таких, я бы сказала, в основном для маленьких детей! Но моя подруга, да, что ушла, помните, Мария, она очень любила в этот парк приходить! И ее не смущало, что она великовозрастный ребенок, совсем нисколько! Сейчас покажу вам памятник такой интересный! Олаф Пальми, помните? Я была совсем маленькая, когда, к сожалению, такой выдающийся человек должен был уйти! А, памятник Олафу Пальми! При нем, кстати, врач приходил на дом, мне милко говорила, что во времена Олафа Пальми медицинское обслуживание было намного лучше! Ну, вы знаете, он был настоящий аристократ! Он был из семьи, из аристократичной, насколько мне известно! Если я, конечно, ничего не путаю, и кто-то знает, конечно, может меня поправить, кто-то знает, может больше! И он очень сильно заботился о людях! Мои дорогие, с вами была ваша Саша из Швеции, Александра! И если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне ваши комментарии! Я с удовольствием на них отвечу! Еще раз вас прошу обратить внимание на канал «Распаковка-упаковка» на девушку Дарью, что живет в Твери, в древнерусском городе! У нее очень интересный канал! Она показывает обзоры косметики и обзоры таких интересных кафе! Я думаю, что если бы мы поехали туристами в Тверь, то мы бы обязательно, по ее рекомендациям, сходили бы в приличные, хорошие кафе! До свидания, мои дорогие! Спасибо вам огромное, что посмотрели! Всем хорошего дня! Удачи и радости в жизни! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А resent via Продолжение следует...